Если супруг изменяет супруге, мы говорим не о том, что вот этот человек изменяет, а о супружеской измене вообще. Если у него лудомания, страсть к азартным играм, мы говорим не о том, что он зависимый человек, а о том, что лудомания это бич современного общества, и надо как-то с этой проблемой бороться. И вообще говоря, техника даже задавания вопросов в ходе нарративной медиации, она основана так, если супруга к ней кричит, он становится пьяницей. Медиатор перефразирует, сказано, другими словами, если я правильно понимаю, вас беспокоит проблема пьянства. Ну это, согласитесь, это разные понятия. Он пьяница, да, субъективно, и проблема пьянства. Это уже экстернализация, как будто проблема возложена на кого-то другого. Потом следующая стадия пересочинения, альтернативная история. Пересочинение. Что это означает? Давайте мы эту историю сочиним вместе. Вот на успешный долг. От наших волевых усилий зависит прекратить отношения с банками, что-то в судебном порядке, что-то в досудебном порядке. Но в любом случае вопрос надо решать. Этот долг будет в хорошем состоянии, мы добьемся этого, если у нас будут такие цели. Давайте постараемся закрепить вот это доброе начинание. Сейчас более детально посмотрим. Еще раз об эстернализации. Посмотрите, какая здесь проблема. Какая неприятная проблема, да? Но она находится вне людей. Вот поэтому вопрос, как долго продолжается этот конфликт. Этот конфликт, как будто он живое существо. Правильно ли я понимаю, что этот конфликт не оставляет вас в покое ни днем, ни ночью? Если кто-то в гневе кричит, он меня достал. Медиатор, во-первых, он избегает жаргунных слов. Как одна супруга призналась во время предварительных встреч медиации или прикокусов, я бы очень хотела купить билет на поезд моему супругу, куда-нибудь подальше, на Дальний Восток, и чтобы он уехал и больше не возвращался. Посмеялись, и все. И об этом ни слова. Но если такое было бы сказано в присутствии другого, то это было бы расценено как оскорбление, да? Итак, экстернализация. Можно следующий слайд посмотреть. Конструирование альтернативной истории. Вот, пожалуйста, вот это море всего-всего. Медиатор стимулирует, дело-то в том, что наше сознание работает избирательно. Например, в основном память человека избирательна. Мы из времен своей прежней молодости, юности, детства запоминаем хорошие, положительные эпизоды, да? Потому что это помогает человеку выжить в этом сложном мире. Но когда происходит конфликт, особенно семейный конфликт, стороны фиксируют свое внимание на отрицательных сторонах. И медиатор старается вот из всего и этого закрепить, уплотнить историю, связанную с положительным воспоминанием. Благодаря концепции рефрейминга. Фрейминг-рефрейминг. Есть такой слайд, мы постараемся найти. Да, Ксения Владимировна? То ли, другое? Так, а еще дальше? Может быть, предыдущая? Может быть, предыдущая? А вот рефрейминг. Концепция фрейминга и рефрейминга Григори Бейтсона. Если здесь вы посмотрите, я расскажу, что скрывает сама видеокамера. Внизу вы видите люди, которые занимаются противооборством на шпагах и грустную мину в целом. Это отрицательные эмоции, символ. А здесь вы видите люди, которые кричат друг на друга. Взрыв, вспышка. Теперь вы здесь видите в повороте певец. С чем у вас ассоциируется окружение, которое вокруг него? С теплотой, с положительной эмоцией. Вот это занавес, это уверенность, это слава, достаток. Оказывается, значение важно иметь не только сама информация, но и то обрамление, которое сопровождает передачей такой информации. Потому что люди – существа эмоциональные. И задача медиатора заключается в том, чтобы постараться осуществить вот этот динамический рефрейминг. Это напоминает работу операторов по свету на сцене театра. То есть, вспомните, когда выступает солист, освещается именно он на фоне сцены. Все внимание сфокусировано на этом солисте. Вот это работа, которую делает режиссер по свету. Он управляет прожектором. На самом деле, и та сторона, и другая сторона, и, возможно, третья сторона, если она участвует в конфликте, они все влияют на... Они формируют, освещая своими сказанными, они формируют восприятие конфликтной ситуации со своей точки зрения. При этом, как вы заметили, сторона, которой дается первое слово, в значительной степени формирует повестку дня. Первоначальное восприятие. А у другой стороны остается только роль дополнить сказанное. Право первого хода, оно дает преимущество. На самом деле, если посмотреть внимательно, все сказанное в процессе медиации очень сильно влияет на восприятие. И поэтому можно опять... Вот эту концепцию разработал Грегорий Бейтсон. Она используется, и особенно хорошо используется в нарративной медиации. Последнее, что я хотел бы дополнить, это дискурсивная позиция. Дискурсивная позиция, мы немножко его рассмотрели. Дело в том, что в нашем обществе есть очень много понятий, которые передаются словами «так принято», «само собой разумеется». Не случайно медиатору, задавая любопытствующие вопросы, можно спрашивать, а что вы считаете справедливым? А почему думаете, что проживание ребенка с матерью больше отвечает интересам ребенка, да?